В этом видео я расскажу вам и покажу, какие изменения произошли с плагином VPForm. Если вы используете этот плагин на своем блоге с шаблоном AB Inspiration, то вы знаете, что данный плагин помогает создавать форму подписки под шапкой. И немножко предыстория расскажу, почему, собственно, такие изменения произошли с данным плагином. Дело в том, что очень много было запросов на слайдер, то есть многие пользователи шаблона AB Inspiration хотели бы видеть слайдер на главной странице своего блога. И я долго думала, как реализовать данный функционал, и в конечном итоге ко мне пришла идея встроить функционал слайдера в форму подписки на главной. То есть теперь у нас получается плагин VPForm имеет два отдельных функционала – форма подписки и слайдер. Но еще один сюрприз – я встроила слайдер и в саму форму. То есть вы знаете, что у нас в форме подписки есть варианты создать фоны. Фон блока можно создать в виде цвета и картинки. Также у нас есть возможность создать видеофон. И появился третий функционал – слайды. То есть здесь вы можете загрузить изображения, большие изображения для слайдов, и они будут меняться местами, как вот у меня сейчас на картинке. То есть у меня фон в виде слайдов, и они с периодичностью меняются местами. Все остальное остается как прежде. То есть весь функционал формы остался как он и был. То есть вы можете перемещать элементы формы, вот допустим подложка, заголовок, сама форма подписки, растягивать элементы, менять их местами, также назначать то, что вы хотели бы видеть в этом блоке и так далее. То есть все осталось как прежде, просто добавилось еще фоновое изображение в виде слайдов. Но, как видите, у нас появилась еще дополнительная страница. То есть раньше у нас была форма и лицензия, теперь появились еще и слайды. Переходим в слайды, и я сейчас покажу, как можно настроить слайды. Так же, как и в форме, чтобы появились слайды, нужно активировать этот блок. Обратите внимание, в принципе, вы можете активировать оба – и слайды, и форму, но лучше что-то выбрать одно. Поэтому, если вы решили использовать слайды, сначала деактивируйте форму, затем перейдите в слайды и активируйте показ слайдов. Нажимаем «Сохранить». И давайте посмотрим, как это будет выглядеть с настройками по умолчанию. Переходим на блок, и вот, как видите, у нас появились слайды. Обратите внимание, блок у меня сейчас ширина – 1100 пикселей. По умолчанию слайды – 1060 пикселей. Давайте изменим прежде всего ширину. Итак, переходим в первую вкладку, ставим 1100 пикселей, высоту сделаем, допустим, 400 побольше. Дальше отступ внутри блока. Давайте я пока поставлю 0, а потом вам покажу, как это будет можно обыграть в сочетании с шаблоном. Фон мы не будем ставить, фона не будет никакого. Далее переходим в слайды. Убираем слайды по умолчанию. Ну, если они вам нравятся, вы можете их оставить. Я поставлю свои. Итак, загружаю новые слайды. Они у меня уже загружены, я просто выберу из библиотеки. Итак, я выбираю вот этот слайд. И вот этот. Отлично. Тексты я сейчас менять не буду, оставлю как есть, но вы обязательно заполните свои поля, то есть для заголовка что-то яркое под заголовок. Обратите внимание, если вы не заполняете какой-то из полей, то, соответственно, ничего отображаться не будет. Допустим, вам не нужен под заголовок, оставьте, допустим, это место пустым, и у вас тогда будет только заголовок и описание. Ссылку пропишем, например, anfisabreus.ru на мой сайт, и вторую ссылку поставим на mlmcenter.ru. Отлично. Я не заполняю третий слайд, и, соответственно, будет отображаться только два. Третий отображаться не будет. Сохраняем изменения. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Переходим на блок, обновляем. И, как видите, у нас четко слайды стали на 1100 пикселей. Дальше отображается блок с левой стороны. Давайте настроим блок и цвет кнопки заголовка текста. Переходим снова в настройки слайдов. Переходим в раздел «Стиль слайдов». И давайте попробуем стиль смены слайдов. Сделаем перелистывание. Границы мы указывать не будем. Пусть останется все как есть. Стиль текста. Давайте сделаем белый. Шрифт выберем. Дедакт, к примеру, для заголовка. Стиль под заголовка, ну, пусть будет, к примеру, узкий. Стиль описания тоже сделаем дедакт, но поменьше 16 пикселей. И тоже белого цвета. Отлично. Здесь вот эти вот кнопочки тоже обратите внимание. Первое – это B означает болт с жирным шрифтом. I означает italic – это наклонный. И T означает тень. То есть, если вы хотите придать тень тексту, нажимаете на данную кнопочку. Хотите, чтобы было жирным, соответственно, на эту. Дальше. Расположение блока. Давайте мы его сделаем справа. Ширину сделаем 300 поменьше. И отступы сделаем, к примеру, по 20. Для примера сейчас просто посмотрим. Фон оставим, пусть он у нас будет, но другого цвета. Давайте возьмем цвет, вот такой голубой. Я использую утилиту для подбора цвета. Возьмем такую, как я указала в меню. Дальше. Вставляю этот цвет скопированный. Отлично. И прозрачность сделаем среднюю. Текст я хотела бы, чтобы он выплывал, ну давайте, справа, к примеру. И сохраним настройки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Переходим на блок. Обновляем страницу. Отлично. Как видите, у нас переместился блок в правую сторону. Немного появились отступы сверху и снизу. Я просто показываю для примера, как это работает. Есть небольшая прозрачность. Текст у нас белого цвета. И вот осталось нам только заменить кнопку. Давайте перейдем снова в настройки слайдов. Перейдем в раздел настройки кнопки. Цвет кнопки сделаем такой же синий, как и подложка. Дальше. Размер шрифта пусть будет у нас такой же дедакт. Круглый. Цвет белый. Ну, отлично. Да. Сохраняем настройки. И смотрим, что у нас получилось. Обратите внимание, что цвет кнопки также будет реагировать и на вот эти переключатели, на цвет переключателей. Смотрите, что мы указали цвет кнопки синий и переключатели тоже стали синими. Все. Вот таким вот образом создается форма, точнее слайды на вашем блоге. Очень-очень просто. Главное подобрать картинки. Что здесь можно сделать? Ну, как вы обратили внимание, у нас есть разные варианты ширины. То есть, если у вас блок на всю ширину, вы можете смело указать 100%, и у вас слайды будут на весь экран по ширине. Также можно маленький, если, соответственно, у вас меньше, вы выбрали размер блога. Также вы можете придать общий фон блока. Также еще хочу обратить внимание, давайте деактивируем сейчас слайды, и я покажу, как у нас работает форма со слайдами. Переходим на форму, активируем. Здесь тоже, кстати, появились дополнительные возможности по ширине. Сейчас стоит ширина формы 100%. Посмотрите, ширина формы 100%. Обновляем страницу. Вот таким образом вы теперь можете создавать интересные решения на своем блоге. Либо использовать форму, либо просто слайды с текстом.